Всем привет! Я тут попробовал сделать игру за два дня. Это, конечно же, абсолютно новый жанр, такого еще никто никогда не делал. Я делал же много всяких программ на Юнити, но они не были играми. И при этом я пробовал много раз делать игры, но они не были на Юнити. То есть я, оказывается, не умею делать игры на Юнити. Изначально идея была такая. На игрока идут волнами мобы, он от них отбивается, с них падают монетки, и за монетки он покупает какие-нибудь улучшения. Цель продержаться как можно больше волн. Изначально я думал все сделать какими-нибудь кружочками, квадратиками, так как рисовать я особо не умею. Но в таком случае, ничему новому я бы тоже не научился. Поэтому я решил использовать 3D-модели. И так как создавать свои 3D-модели это отдельное приключение, и, наверное, я это попробую в следующий раз, а сейчас я решил попробовать взять готовые модели из Asset Store. Тем более, я никогда не использовал готовые модели оттуда. И они тут есть, их даже много. И самый популярный из них это, смотрите, Юнити Тян. По-моему, это идеальный вариант для такой игры. По-моему, это просто немного перерисованная Хацунамику, но да ладно. Но на скачивании модельки все не заканчивается. Это целый огромный проект с кучей скриптов, анимаций. Например, при повороте персонажа анимируется одежда, волосы, чтобы они более физически реалистично поворачивались. А с помощью шума перлина симулируется ветер. Оказывается, если у нас есть несколько анимаций, с помощью параметра можно делать между ними плавный переход. Например, у этой модельки есть анимация ходьбы и анимация бега. Есть параметр скорость, который регулирует, насколько персонаж идет или бежит. Еще есть анимация стояния на месте, и я ее сюда тоже добавил, потому что, по-моему, это довольно удобно, когда у нас один параметр будет регулировать все три анимации. То есть, если у нас скорость низкая, то персонаж стоит на месте, как только она повышается, он начинает больше идти и потом уже больше бежать, когда скорость самая высокая. Кстати, анимации атаки почему-то в этой модельке нет, хотя есть анимация получения урона. Но есть анимация вот такого вот скольжения, которую я, наверное, буду использовать для атаки. Для начала я сделал плоскость, по которой будет ходить наш персонаж, поставил камеру в нужное место. Затем я добавил скрипт плеер. Во всяком случае, я думал, что я его назвал плеер, но он автоматически назвался не плеер. Камера будет находиться сверху, и персонаж будет идти туда, куда мы кликаем мышкой. Но для начала, для теста, я пока поставлю, что он просто перемещается в то место, куда мы кликаем, а при нажатии на правую кнопку мыши проигрывается анимация атаки. И вот я это сделал, нажимаю, персонаж перемещается непонятно куда. Если через окно редактирования посмотрим, куда он переместился, то он окажется где-то очень-очень далеко от нашей плоскости, хотя она достаточно большая. Но это произошло из-за того, что когда мы кликаем мышкой, у нас получаются координаты в пикселях, куда мы нажали. А в 3D пространстве в Unity все измеряется в юнитах, которые обычно сравнивают с метрами. То есть если я кликнул на тысячный пиксель по оси X, например, то персонаж переместился на тысячу метров. Поэтому через вот этот метод необходимо сконвертировать координаты. И вот я это сделал, теперь персонаж удачно перемещается туда, куда я кликаю. А еще я плоскость заменил на объект terrain, который используется для создания местности. Потому что на него потом проще будет навешивать разные текстуры земли, травы. А знаете, что образовательный портал Geekbrains открыли онлайн-школу программирования и создания игр для детей и подростков? Так что если вы думаете, куда отправить учиться и развиваться своего ребенка, наверное, лучшим вариантом в 2020 году будут курсы по программированию. Это позволит провести время с пользой, научиться программированию, созданию игр, ну и, конечно же, в будущем получить высокооплачиваемую профессию. Обучение проводится на языке Python, который является одним из самых популярных, а также, наверное, самым актуальным языком программирования на данный момент. Так как именно на этом языке написаны многие продукты таких компаний, как Google, YouTube, Facebook. А также с языком Python работают ведущие специалисты в областях машинного обучения и искусственного интеллекта. Кстати, еще, например, есть курсы по Unity и Java. На первых уроках курса изучаются самые основы программирования. Затем ученики изучают числа, переменные, циклы, массивы. Учатся рисовать с помощью программного кода и делать, например, колейдоскоп. А к концу курса уже создают свою полноценную игру. В конце обучения всем ученикам выдается сертификат. А при покупке двух и более курсов от GeekSchool действует скидка 30%. Ссылка на курсы в описании. Но нужно, чтобы персонаж не просто перемещался туда, куда я кликаю, а поворачивался туда и шел. Поэтому я сделал поворот через метод LookRotation. Он принимает направление от объекта и поворачивает его в эту сторону. Ну а чтобы сделать плавный поворот, можно, например, взять 90% от предыдущего поворота и добавить 10% от того поворота, в который нам нужно повернуться. Ну или это можно делать просто через линейную интерполяцию, которая уже встроена. Вот такой вот у меня код получился и, конечно же, когда мы поворачиваемся плавно, надо использовать не просто какой-то фиксированный процент, на который мы поворачиваемся, а время, которое прошло с предыдущего кадра. Потому что FPS в игре может быть разным и надо, чтобы время поворота не зависело от частоты кадров. Я еще заметил, что когда персонаж идет по прямой, то все нормально, а если мы нажмем под углом, то начинается бесконечный поворот. Это происходит из-за того, что скорость поворота очень маленькая, и пока персонаж повернется к точке, на которую мы нажали, он уже успевает ее пройти. Но можно ускорить скорость поворота, просто домножив его на какое-то число. И вот теперь эта юнититян уже нормально бежит туда, куда мы нажимаем. И даже интересно то, что анимация атаки, которую я в самом начале поставил, тоже тут нормально работает. Ну, почти нормально, потому что она всегда работает в ту сторону, куда персонаж идет в данный момент. И по управлению это, по-моему, не очень удобно, поэтому я переделал так, чтобы она теперь поворачивалась в ту сторону, куда мы кликаем для атаки. И еще удобно, если мы идем не просто по клику мышкой, а можем ее зажать, и персонаж будет идти за курсором. Но, по-моему, такая атака выглядит не очень, поэтому я решил добавить к ней какой-нибудь красивый эффект. И, по-моему, это очень даже хорошо получилось. Смотрите, как я это сделал. Сначала я добавил просто стандартную линию из юнити, которая состоит всего лишь из трех точек. Потом на эту линию я навесил скрипт, который, во-первых, двигает ее вперед, а во-вторых, регулирует ее ширину, чтобы вначале она более плавно появлялась, а в конце более плавно исчезала. А у материала линии поднял параметр интенсивности, чтобы она была более яркой. Конечно, она и так белого цвета, уже нельзя сделать ее более яркой. Но если на камеру навесить эффект постобработки и в нем включить свечение, то такие яркие объекты начнут светиться. Затем я нашел текстурки для земли, травы, камней, и с этими текстурами все стало выглядеть уже немного лучше. Но всю эту землю, по которой можно ходить, я сделал явно больше, чем помещается на экране. Поэтому, чтобы можно было по ней все и ходить, надо еще сделать движение камеры. Можно, конечно, просто камеру закрепить над персонажем, но тогда она будет слишком жестко к нему привязана, и движение будет слишком резкими. Я добавил к камере вот такой вот небольшой скрипт, чтобы она следовала постоянно за персонажем, но не слишком резко. Половина первого дня у меня ушла на то, чтобы разобраться с анимациями, а вторая половина на то, чтобы сделать все вот эти вот эффекты. Конечно, после этого уже было сложно добавить какой-то геймплей в игру. Но вообще хорошо, что я начал делать именно такую игру, потому что я не знал, как все вот это вот делается, и сейчас я научился это делать. Хотя я всегда хотел делать какие-нибудь РПГшки или Выживалки, но я их почему-то не делал. Вот сейчас хороший шанс начать это делать. Но также это хорошая тренировка перед всякими геймджемами, где надо за короткое время сделать игру. Так что вот если вы хотите там поучаствовать, то можно поделать несколько вот таких вот небольших игр, и изучить все основные приемы, разные куски кода, которые каждый раз используются в играх. Второй день я начал с того, что в игру нужно было добавить монстров. Нашел подходящие модельки, поднастроил анимации, и добавил скрипт, чтобы они все бежали к игроку. Если их ударить, у них проигрывается анимация получения урона, но ХП у них пока нет. А еще по непонятной причине они иногда улетают в небо. В основном такое происходит, когда они собираются большой кучей. В результате чего получается вот такое вот испарение. Я заметил, что у них отключена гравитация, и если ее включить, то они падают обратно. Но даже включение гравитации не особо помогало, они все равно вели себя странно и иногда проваливались под землю. А помогло отключение поворота по всем осям, кроме вертикальной. Чтобы вращаться, они могли только вправо или влево. Я добавил мобам ХП, и теперь, когда игрок по ним попадает, у них тратится ХП, срабатывает анимация получения урона. И теперь мобов можно убить, но будет странно, если моделька просто исчезнет внезапно посреди игры. Поэтому я сделал, что в течение секунды моделька сначала уменьшается, и только потом исчезает. Еще нужно, чтобы с мобов выпадали какие-то предметы. В Asset Store я нашел модельку золота, но почему-то при добавлении в Unity она выглядит слишком темной. Иногда при повороте камеры она, конечно, неплохо блестит, но в остальных случаях она слишком темная. Настройками материала, который там дается, я это поменять не смог, поэтому просто поменял сам материал. Просто поставил тот, который всегда максимально освещен вне зависимости от освещения вокруг. И чтобы золото было еще красивее, навесил на него систему частиц с высокой интенсивностью, чтобы частицы тоже светились во время игры. Чтобы местность выглядела немного лучше, в нее можно добавить еще траву, цветочки. Вот тут еще есть такой вот камень, только тут он, наверное, не подойдет, потому что для него нужно еще делать поиск пути, чтобы все его нормально могли обходить. А это дополнительное время. Я добавил второго моба, но моделька у него больше, чем у первого, и из-за этого он не может подойти к игроку, потому что расстояние до атаки, которое я задал, было рассчитано под ту модельку. А для этого моба это расстояние слишком маленькое, и у него просто моделька больше, чем расстояние до атаки, и он постоянно пытается просто идти в игрока и сдвигает игрока, а игрок пытается вернуться на то же место и тоже начинает идти, в результате они просто крутятся. Попробовал добавить еще большого моба, но он почему-то начал сразу сдуваться, по неизвестной причине, хотя хп у него положительные. Этот баг потом исправился, но я точно даже не знаю как. Второй день уже подходил к концу, и нужно было быстро сделать какой-нибудь бонус, который бы выпадал с мобов и хотя бы повышал атаку игрока. Но чтобы было понятно, что он повышает атаку, я добавил вот такую вот надпись, Damage Up, чтобы она появлялась на экране, когда игрок подбирает бонус. Правда, когда мы убиваем моба, выбиваем вот этот бонус, подбираем его, надпись почему-то не появляется. Я долго пытался искать, где она. Если я перемещаю к ней камеру, то она просто смотрит в землю, подумал, что может быть, эта надпись может появляться под землей. И действительно, она появляется под землей. Я задаю этой надписи определенные координаты, определенный размер, но когда она появляется, она появляется с другими координатами и с другим размером. Я так и не смог настроить ее нормальное появление, поэтому я сделал просто, чтобы эта надпись всегда была на экране, а я регулирую только ее прозрачность. Дальше хотелось бы добавить инвентарь, добавить много разных бонусов, возможность собирать из нескольких бонусов какой-нибудь один большой, например, как в Доте. Вообще, довольно тяжело оценить, насколько игры интересны, и всегда, когда начинаешь делать, сначала кажется, что идея очень крутая, а потом, когда ее делаешь какое-то время, начинает казаться, что она уже не очень. Поэтому можно оценить так, если это видео когда-нибудь наберет 10 тысяч лайков, то я продолжаю делать эту игру, а если оно наберет 15 тысяч лайков, то я буду писать нормальный читабельный код. Это как раз вполне достижимое число, но и не каждое видео у меня столько набирает, поэтому достаточно безопасное, чтобы мне не пришлось писать, возможно, хороший код. И еще многие спрашивают про игру со стрелками, да, я ее еще делаю, там я сейчас дорабатываю интерфейс, хоть это и игра для программистов, но, наверное, будет довольно странно, если она будет управляться из командной строки. Ну а на сегодня все, всем пока!